Привет! Снижение вреда от табака — это область исследований, а также экономическое явление, способствующее более безопасной доставке никотина. Такие продукты как электронные сигареты и СНЮС считаются одними из самых чистых форм доставки никотина на рынке. Например, электронные сигареты не содержат табачной флоры, а жидкости для электронных сигарет содержат либо никотин, полученный из табака, либо синтетические вариации химического никотина. То же самое касается и СНЮС. Все чаще в нем используется растительный носитель типа целлюлозы и чистый синтетический никотин. В сочетании с ароматизаторами и ингредиентами, разработанными, чтобы помочь курильщикам бросить курить электронные сигареты и СНЮС, несут в себе относительный риск, минимальный в сравнении с традиционным курением. Можно было бы предположить, что растущая популярность вейпинга в развитых странах была бы хорошим знаком. Тем не менее, активисты борьбы против табака рассматривают электронные сигареты как предвестник конца. В ответ на эти опасения, такие страны, как Соединенные Штаты и Австралия, впали в моральную панику, которая представляет продукты, предназначенные для прекращения употребления и более чистого никотина, как нечто столь же плохое, как курение ментовых сигарет. Из-за истерии и односторонних мнений индустрии благими намерениями борются за выживание с затратами, которые влияют больше на тематические магазины и производителей. Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, оно уже FDA, объявило об эпидемии вейпинга и СНЮСа среди молодежи, которые агентство предпочло нормативные подходы, которые угрожают легальному доступу больше для взрослых. Все во имя защиты детей. FDA. Другие регулирующие органы и законодатели на всех уровнях управления предприняли так называемый крестовый поход против вейпинга и СНЮСа. Будь то ограничение вкусов США, которые с научной точки зрения помогают курильщику бросить курить, или работа по запрету всей категории продуктов. Последние тенденции в государственной политике выявляют системное противодействие всему, что бросает вызов существующему положению вещей, особенно когда речь идет о никотине. Альтернативные продукты сталкиваются с необоснованным вниманием за счет потребителей и населения в целом. Давайте рассмотрим краткий сценарий. Поскольку противники обычно утверждают, что индустрия преднамеренно нацелена на несовершеннолетних с помощью своих маркетинговых стратегий. Среди этих групп есть мнение, что с этими продуктами должна вестись новая война. Это мнение настолько широко распространено во всех сегментах общественной жизни, поскольку рассматриваемая группа риска принимает предыдущие подходы, принятые во время других запретов, в частности на наркотики. Национальные данные о здоровье показывают увеличение использования электронных сигарет среди несовершеннолетних. Но дальнейший анализ показывает, что очень и очень немногие попадают под агрессивную зависимость от употребления никотина. Из всех данных большинство несовершеннолетних, сообщивших об использовании электронных сигарет, являются лишь общими случаями каких-либо экспериментов. Однако моральная паника, вызванная декларацией о кризисе в области общественного здравоохранения, оправдывает действия правительственных лидеров по дальнейшему регулированию использования продуктов среди несовершеннолетних. Хотя в большинстве случаев это не является проблемой. Разница в том, что альтернативные системы доставки никотина теперь принимаются как нечто гораздо более злое, чем, к примеру, употребление алкоголя несовершеннолетними или употребление запрещенных веществ. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а я буду заканчивать. Здоровья вам и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!